здравствуйте вы смотрите очередной выпуск программы защита Майзелл как обычно мы ведем ее из офиса Майзелл Ло Групп и вместе со мной в кабинете в своем собственном Изабелла Майзелла здравствуйте здравствуйте Боря здравствуйте дорогие друзья и так сегодня хорошим стартовала если не ошибаюсь очередная лотерея ближайший месяц но не лотерея-то стартовала а сегодня только стартовала запись для участия в лотерее то есть сегодня регистрация до сегодняшнего дня можно заполнить заявку и так сказать отправить ее с расчетом на удачу да чтоб советуете ну во-первых наверное скажу что сегодня 6 октября 12 часов по полудню открылась регистрация для участия в лотерее 2023 года то есть это год который начинается 1 октября 22 года так и продолжаться регистрация будет до 9 ноября то же самое 12 часов по полудню рекомендовано в первую очередь как мы каждый год об этом говорим и как department of state то есть госдепартамент говорит об этом каждый год рекомендуется стараться заполнить анкету и подать в первые дни потому что в последние дни будет огромная нагрузка на интернете фотографии не будут лоудиться и все это будет очень проблематично и люди просто могут пропустить этот год регистрации в лотерее наверное еще скажу такую вещь что разыгрывается 55 тысяч номеров виз и это не означает что только 55 тысяч человек приедет это означает что 55 тысяч семей приедет потому что номер считается только самого победителя в лотерее члены семьи в подсчет не входят так и поэтому нужно стараться не выиграть так выиграть но это же лотерея all the way through то есть если человек находится за пределами страны то лотерея вплоть до вызова на интервью если он находится на территории страны это совсем другая история и мы наверное поговорим об этой другой истории в нашей следующей программе то есть мы поговорим об этом и я расскажу что нужно сделать и как для того чтобы получить грин карту на территории соединенных штатов если человек ее выиграл да а если человек не имеет визы чтобы приехать в соединенные штаты а находится за пределами страны ему нужно ожидать интервью и поэтому это лотерея до самого конца но об этом рано говорить мы давайте будем говорить о том что нужно как нужно подавать документы и что нужно подавать вместе с документами на что обратить внимание во время заполнения анкеты первое и самое главное внимание нужно обратить на то чтобы все члены семьи были указаны в этой первичной анкете и чтобы фотографии всех членов семьи были апплоудит на веб-сайт где вы заполняете application это самое первое потому что есть очень много случаев когда члены семьи не были вписаны по абсолютно глупой причине что не было фотографии и поэтому детей не указывают люди и поэтому они указывают супругов это отвратительно потому что потом это возникает огромнейшие проблемы вплоть до депортационных процедур потому что спустя годы люди решаются все-таки подавать на членов семьи петиции новосоединения подают на гражданство указывают этих членов семьи у меня были неоднократно такие дела когда вместо получения гражданства люди оказывались депортационной процедуре в иммиграционном суде и поэтому абсолютно важно вписать всех членов семьи и представить все фотографии всех членов семьи которых вы указываете это самое главное второе что немаловажно дорогие друзья пожалуйста заполняйте эти анкеты сами не доверяйте никому этого делать потому что есть очень много случаев когда всякие более аферистичные компании может быть полу аферистичные заполняют application один раз анкету а потом каждый год повторяет эту анкету не зная состава семьи человека и этим самым создают огромнейшие проблемы если человек потом выигрывает у него несоответствие личных данных и куча проблем но если человек дал свои данные когда ему было 17 лет и это полулегальная богадельная каждый год заполняет его applications для чего для того чтобы потом вымогать денег с него а он уже давно женился развелся родил троих детей и так далее и никто не вписан а если какой-то член семьи не вписан в первичную анкету а потом вписан в будущем то это основание самое основное основание извините за татологию для дисквалификации поэтому нельзя никому доверять свою информацию для того чтобы кто-то заполнял эти первичные анкеты это номер один номер два участие в лотерее бесплатно и государство всегда об этом говорит что участие в лотерее бесплатно никому нельзя и не нужно платить никаких денег нельзя и не нужно регистрироваться ни на каких сайтах платить 15 долларов полторы тысячи или 25 тысяч это все неправда это все афера и обман участие в лотерее бесплатно и каждый грамотный человек может зайти на интернет на веб-сайт госдепартамента и заполнить эту анкету электронный адрес этого сайта где можно заполнять эту анкету dvprogram.state.gov если кого-то дорогие друзья заинтересует как правильно написать адрес этого веб-сайта пожалуйста напишите под этой программой и я вам обязательно дам правильный адрес еще раз dvprogram.state.gov на этом сайте можно заполнить анкету и тем самым участвовать в розыгрыше лотереи 2023 года так по ощущениям все понятно единственный момент на кого человек должен заполнить анкету кого включить вы имеете ввиду какие члены в семье супруги дети до 21 года и дети которые были в предыдущих браках до 21 года детей которые имеют грин карту гражданства включать не нужно то есть потому что им не нужно уже получение грин карты ну кажется мы основное сказали думаю будем завершать да конечно и так на этом нынешняя программа завершается если какие-то остались вопросы по поводу лотереи заполнение и так далее не стесняйтесь пишите свои вопросы под этой программой и забыла всегда вам ответит правильно говорю обязательно люди знают что можно писать под этой программой что можно писать на фейсбуке что можно писать электронной почте то есть слава богу вся информация открыта дорогие друзья лайкайте наши каналы явно вас работаю сегодня забывайте делать вот такими штучками там да внизу давайте скажем подписывайтесь на наши каналы кольцов тв и адвокат бела лайкайте страницу мою на фейсбуке my the law group где я публикую все новости касающиеся иммиграционного права и процедуры в соединенных штатах а вам желаю дорогие друзья добра удачи благополучия и всего самого доброго